Моё вам почтение, дамы и господа, меня зовут Николай, и добро пожаловать в Украинджел Биатлон. Здесь мы пытаемся предугадать результаты гонок Олимпийских игр в Пекине, и сегодня у нас с вами на очереди спринт у женщин. И, собственно говоря, как вы видите, нашей героиней сегодня становится Ирина Казакевич, получившая такие свои шансы на этих Олимпийских игр в комбинации спринт по сьют. И, собственно, сегодня мы будем стараться за неё показать наивысшие результаты. Я думаю, что каждый из российских болельщиков знает про, так скажем, проблемы некоторые у Казакевича с стрельбой, в особенности из положения стоя. Будем сегодня пытаться разогнать эту тенденцию, как-то, я не знаю, даже помочь Ирине, там, ментально как-то передать ей все свои возможные мысли, энергию и, там, я не знаю, что ещё можно как-то передать. В общем, чтобы результат, который был здесь в плане стрелковой подготовки, отразился и на реальном выступлении спортсменки, потому что, если Ирина будет попадать, то, в целом, функционально, я надеюсь, она вполне себе способна, так скажем, бороться за самые высокие места, ну, как минимум за десятку сильнейших на этих Олимпийских играх, так это точно. Ну, собственно говоря, вы даже видите, что на разгоне получается за Казакевич вровень пройти с Эльвирой Эберк, абсолютно лучшей спортсменкой. В плане лыжной подготовки, Жестин Бразабуше здесь уступает одну десятую секунды, далее на отсечке 2.2 мы уже будем уступать, судя по Дельте, и, да, будем уступать секунду практически, на десятую позицию откатывается Казакевич. Однако, сейчас это не самое главное, мы постепенно подкатываемся к первому огневому рубежу, и вот там важно, конечно, работать на максимум. Что же, на настоящий момент, к сожалению, не получается у меня вот в этой рубрике предугадывать особые результаты. Да, женская индивидуалка в целом по результатам получилась довольно точная, однако по результатам наших спортсменов пока что все как-то очень и очень негладко получается. Ну да ладно, посмотрим, что получится за Ирину. Первый огневой рубеж, стрельба из положения лежа. Не самая быстрая стрельба, однако, что самое главное, точно, и сейчас мы будем выходить, я думаю, где-то в районе Катарины Иннерхофер. Бороться там где-то за третью промежуточную позицию. Да, 2 секунды уступает Ирина Казакевич Анни Соле, и полсекунды выигрывает у Катарина Иннерхофер в борьбе за промежуточное третье место. Тем временем Ульяна Нигматулина стреляет точно на огневом рубеже, Эльвира Эберг допускает один промах. 3 секунды у Казакевича отставание на отсечке 4 километра, откатывается Ирина на четвертую позицию. Она из Бескон сейчас является главной преследовательницей. В 60 секунды у нее выигрывает Ирина. Тем временем еще Шевалье Бушенос оттесняет уже даже на пятую позицию. На четырех-то километрах Бескон тем временем допустила промах, ее особо можно не опасаться, если стрелять точно. Отсечка 5,2. Отставание еще увеличивается и уже доходит до 4 секундного. Но по-прежнему промежуточное четвертое место. Сейчас, конечно, Шевалье Бушенос немножечко отодвинет. И да, на 2,7 уступает Соле. Нам получается до третьего места где-то 2 секундочки надо отыграть за этот огневой рубеж и следующий круг. Не знаю, возможно ли это. Дельта показывает, что уступаем мы 3,8 на подходе ко второй стрельбе Динария Олимбековой. Видимо, допустили промахи и Доротая Вера, и Анна Сола. Так, забыл я тут КДшку нажать, к сожалению. И 5 из 5 закрывает Казакевич, причем очень быстро, на своей нелюбимой стойке. Давайте смотреть, где мы будем выходить, но вряд ли мы сможем цепляться за призовые места, даже промежуточные. На четвертой позиции сейчас выходит Казакевич. И мы будем бороться за места, ну где-то в топ-6, я думаю, потому что вряд ли мы ходом сможем приблизиться к кому-то из стройки Олимбекова, Вера или Сола. Слишком уж сильны наши соперницы. Итак, на четвертой позиции по-прежнему Олимбекова, говорю. Олимбекова да лидирует, Казакевич. Но там Ханна Эберг уже в 6,4 уступает и всего лишь в 10 секунде. Наша спортсменка от одного из лидеров Кубка Мира, Ханны Эберг. Одной из сильнейших спортсменок в мировом пилотоне. Так, Казакевич. Отсечка 8,2. Вставание возрастает, к сожалению. И уступаем мы уже и Ханне. Близко уже и Кристина Лисова, всего в 4 десятых. Конечно, ходом не справляется на последнем круге Ирина Казакевич. Немножечко резво, возможно, мы начали эту гонку. Надо было чуть-чуть все-таки поспокойнее. Дабы на последний круг хватало функционала. Однако, история не терпится слагательного наклонения. И давайте смотреть, что в итоге у нас получится на финише. Пока что Олимбекова лидирует. Далее Соло 3,9. Ханна Эберг 6,5 секунд. Далее Вера уступила ей 1,10. И в итоге на шестую промежуточную позицию приезжает Ирина Казакевич. С отставанием 9,4. Резцовой мы уступили, едва не уступили Маркете Давидовой. Давайте смотреть, как в итоге сложится гонка. Отодвинут ли нас еще дальше за пределы ТОП-6. Марты Ройсон вклинивается в тройку. И в итоге седьмое место занимает Ирина Казакевич с 0,9,4 отставание. Динара Олимбекова выигрывает спринтерскую гонку. Далее 9,10 секунды ей уступила Марты Ройсон на ТОПе с 0. И Анна Соло с одним промахом 3,9 секунды уступила своей подруге. Вот так сложилась у нас эта спринтерская гонка. В целом неплохо. И Ириццова, и Казакевич имеют, так скажем, задел для атаки в гонке преследования. Поэтому будем надеяться и верить. Нигматулина также проходит в пасюд. К сожалению, Светлана Миронова из этой гонки вылетает. Ну что же, втроем будем представлять Россию в следующей гонке. Спасибо за просмотр. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Заходите на следующее. Напомню, что меня звали Николай. Ну а пока, пока-пока.